Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Керосинька буду покупать. Примус очень худой, пожар может быть. Есть, да, червонец. Внуки меня совсем замучили. Дедушка, что ты сидишь один в деревне? Приезжай к нам в город, цивилизацию видишь. Я как к ним приехал, сразу понял, какая кругом бытовая техника развелась. У соседа унитаз на трех языках разговаривать. Попутно выдает анализы и советует, чем лучше питаться. А у меня из бытовой техники только звонок прихожий и мусорное ведро. Правда, дети мне недавно домофон поставили. Ну, это такая штука, чтобы никто чужой из дорогих гостей к тебе в дом не попал. Ну, а только тот, кто этому домофону понравится. Я не знаю, какой кнопкой я там нажимал, теперь сам к себе домой попасть не могу. Зато домофон все сплетни старушек у подъезда круглые сутки транслировать. Мне после этого дочка мобильный телефон подарила. Ну, слушай, а он меня вообще замучил. Целый день. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Читаю. Батарея разряжена. Я подошел к батарее парового отопления. Потрогал. Слушай, вообще не греет. Ай, думаю, подзаряжу. И что вы думаете? С 220 к этой батарее в шарах и весь дом на сутки без электричества остался. А он опять пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. Смотрю. Вижу конвертик нарисован. Ну, думаю, наверное, дочка мне письмо прислала. Я бегом на первый этаж, открываю почтовый ящик. Ничего нету. Опять наверх поднялся, потом вниз. Вниз, наверх, вниз, наверх. Пусто. Дай, думаю, позвоню. Я не знаю, какой кнопкой я там нажимал, но совсем незнакомый женский голос мне говорит. Я медленно снимаю с тебя рубашку. Я говорю, слушай, девушка, я в подъезде стою. Холодно. Она мне говорит, а я знаю, шалунешка, что ты там делаешь. Я говорю, что делаю? С этой же на этаж бегаю. Она говорит, о, как ты дышишь. Как ты? Я говорю, а как еще хочешь? Старый я уже, не молодой. Дихание уже не то. Уже весь мокрый. Я говорю, ну тогда возьми. Возьми то, что ты хочешь. Я говорю, слушай, как я могу взять, если в почтовом ящике пусто, а у меня пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Полчаса с ней объяснялся. А потом вот такой счет пришел. За какой-то секс по телефону. Вот эти все дарят и дарят подарки. Слушай, на 23 февраля Сим подарил пылесос импортный, дочка, стиральная машина, автомат. С программным управлением. Ну, этот пылесос отдельная история. Я не знаю, какой кнопкой я там нажимал. Этот пылесос сосал пола с коврик вместе с паркетом. И еще со мной гоняться начал. Я на еле от него убежал. Хорошо, что шнур из розетки выскочил. Я после этого месяц боялся к стиральной машине подойти. А потом, знаете, как-то привык, встал на нее разные сковородки ставить, кастрюли, цветы, банки разные. Оказалось, очень удобная вещь. Правда, дочка увидела, обиделась, говорит, папа, мы с мужем так старались, чего ты боишься? Она же сама все стирает. Ну, я взял всю одежду, которая была дома, и засунул туда. Я не знаю, какой кнопкой я там нажимал, эта стиральная машина неделю стирает, белье не отдает. на улице зима, а я в отдых трусах и тапочка. я уже не выдержал, я подошел, я говорю, слушай, стиральный машин? По-хорошему говорю, дай белье, а то зарежу. тут же стирать перестала. Открываю я барабан, а там оттит только пуговицы и железные молнии от бывших штанов. А недавно мне старший внук музыкальный центр подарил. Я уже всего боюсь, я говорю, внук, скажи, что для этого нужно? он говорит, ничего, только сиди. Я сел, день сижу, два сижу, а музыка нету. Ну а потом я, я не знаю, какой кнопкой я там нажимал, этот музыкальный центр так рявкнул, что трое соседей в лифте застряли, а у всех иномарок сигнализация сработала. Я уже говорю, дети, хватит мне этой техники, не надо. Так они еще евроремонт решили сделать. Ну это навестные потолки, стеклопакеты, санузел у меня, как у олигархина. Слушай, хотел в туалет зайти, дверь не открывается. Я говорю, дети, я хочу туда. Они говорят, папа, это же евроремонт. Свет включаешь, дверь сама открывается. Я включил свет, зашел. Хочу выйти, не получается. Я говорю, выпустите меня отсюда. Они говорят, папа, это евроремонт. Воду отпускаешь, дверь автоматически открывается. Я вышел, они говорят, ну как, папа, нравится? Я говорю, нет, дети, мне это не надо. Потому что в нашем районе то света нет, то воды нет. запутался я, запутался уже с этими пультами. Не знаю, где, какой кнопкой нажимать. Кондиционер включаю, телевизор показывает. Телевизор включаю, холодильник размораживает. Будильник каждые полчаса кукарику кричит. На микроволновую печку у меня уже дров не хватает. Мобильник с домофоном друзьями стали. И теперь весь подъезд с утра до вечера секс по телефону слушать. А за каждым углом пылесос меня караулит. Чтоб засосать насмерть. А вчера мой младший внук мне подарил этот компьютер. Ну, я по старой примечке не знаю, какой кнопкой я там нажимал. но если вы узнаете, что цены на жилье в Москве стали дешевле, чем в моем селении, если вы узнаете, что мир держится не на долларах, а на любви, не удивляйтесь, это я, дедушка Альберт, покоряю интернет! Альберт застал Альберт 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 сел Н празднич vocals веде возвращ